Земля, транспорт и другое имущество – все это в одной квитанции. Рассылка таких единых налоговых уведомлений началась еще в мае. Все квитанции планируют разослать до конца лета. В этом году жители Первоуральска, Ревды, Дегтярска, Шалинского района и Старооткинска получат более 130 тысяч уведомлений на уплату налогов. В этом году, так же как и в прошлом году, информационные сообщения придут от ФКУ Налогсервис, которая занимается рассылкой, это организация Федеральной налоговой службы находится в Башкирии. И уведомления все рассылает она. То есть вся рассылка идет через эту организацию. За 2013 год имущественных налогов начислено около 225 миллионов. По словам начальника налоговой инспекции Александра Нестерова, собираемость местных обязательных платежей в прошлом году составила 80%. Это около 200 миллионов рублей. Оплатить все налоги за 2013 год нужно не позднее 1 ноября. А чтобы людям было легче ориентироваться в своих платежах, в инспекции рекомендуют зарегистрироваться на специальном сайте. На сайте Федеральной налоговой службы в личном кабинете налогоплательщика. Для этого необходимо подойти в инспекцию, написать заявление и получить пароль к своему личному кабинету. В этом кабинете отражается информация о всех объектах налогообложения, о начисленных и уплаченных суммах налогов. И не только по имущественным налогам, в том числе информация по проверке декларации 3НДФЛ, связанных с получением имущественных либо социальных налоговых вычетов. То есть эта информация достаточно удобна для восприятия. Там можно сформировать квитанцию о плате налога, посмотреть все свои начисления и задолженности. Если единое налоговое уведомление не пришло, то необходимо будет прийти в налоговую инспекцию и задекларировать свое имущество. Такой закон вступает в силу со следующего года. То есть пока у налогоплательщиков такой обязанности нет. С 1 января 2015 года, в случае, то есть уже по итогам 2014 года, когда будут высылаться уведомления, нами в следующем году, если физические лица не получили уведомления о необходимости уплаты налогов, то они должны самостоятельно прийти и до 31 декабря 2015 года задекларировать все свои объекты, по которым им не пришли уведомления. В противном случае, по закону, уже предполагается, если налогоплательщик это не сделал, кроме пеней, там еще штрафные санкции для тех, кто не исполнил эту обязанность. Новшества первоуральцев порадовали. По их словам, все налоги в одной квитанции – это удобно. Это очень удобно. Когда одна квитанция, то всегда хорошо. Вообще, первый раз слышу. Ну, мне кажется, это удобно платить-то. Ну, я не знаю, как там платить надо будет. Ну, вообще, удобно было бы. Я думаю, хорошо. Удобнее будет, я думаю. А почему? Ну, как одна квитанция. Один раз куда-то сходил, все уплатил. Мы никак не считаем. Мы безработные, квартиры нет, а за машину у меня меньше 100 лошадей, мне налог не приходит. Так что мне абсолютно без разницы. Ксения Инозенцева, Сергей Шемет, Интера ТВ.